МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рыба из золота. Почему за 2 килограмма рыбки платим 800 рублей со скидкой? Медали вернули, репутация восстановлена. Якутский лыжник Никита Крюков оспорил пожизненную дисквалификацию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Холод как бренд. Чем привлекать туристов в Якутию? И почему развивать отрасль нужно с Якутска? Быстрее, чем планировали. Так Юрий Трутнев, полпредпрезидента на Дальнем Востоке, сказал про темпы реализации проектов на территории, опережающего развитие Южной Якутии. Нерингринский район, где находятся основные площадки, Трутнев посетил накануне. Напомню, в ТОР инвестирует 30 миллиардов рублей. Это в полтора раза больше, чем ожидалось. Все работы ведутся в жестком графике, с высоким качеством, используя российское оборудование, с учетом лучших технологий, с совершенством этого оборудования, которое ставится в процессе монтажа, разрабатывая новые технологические решения. Вся эта работа проводится в достаточно жестких климатических условиях. Цифрами и темпами реализации проектов местных жителей не удивишь, потому что трудно представить. Другое дело, новые производства и, соответственно, рабочие места. На базе якорного инвестора территории опережающего развития компании «Колмар» заложили первый камень под строительство склада взрывчатых материалов и полигона для испытаний. Дали старты строительству жилого комплекса в поселке Чульман. Первые жильцы заедут к середине этого года. Что касается развития инфраструктуры в Нерингринском районе, Юрий Трутнев заметил, что по части строительства объектов федеральный бюджет может помочь, но решать это необходимо при участии руководителя региона Егора Борисова. Кстати, сам Борисов считает, что территория опережающего развития Южная Якутия снимет с местного населения психологическую нагрузку и даст надежду на развитие моногородов. Напомню, что Южная Якутия не единственный подобный проект в республике. Первой стала территория опережающего развития Кангаласы, недалеко от Якутска. При этом и Южная Якутия, и Кангаласы попали в тройку лучших на Дальнем Востоке. Об их резидентах расскажет Саргалана Захарова. Котлы длительного горения – альтернатива центральному и газовому отоплению. Техника держит тепло несколько суток, а растопки старой печки можно забыть. Шесть видов котлов мы производим. Это 20 кВт, 20 кВт и 40 кВт. Помогает в продвижении компании территория опережающего развития Кангаласы. У резидентов налоговые послабления, льготная аренда земли, помощь техническом присоединении предприятия. Прошлый год для наших героев стал урожайным. Компания смогла изготовить и продать больше ста котлов. Конвейер налажен. Теперь строят планы. Будем расширять наш товар, то есть наши котлы. И у нас уже в дальнейшем планы вывезти наш продукт за пределы России. Расширят штат сотрудников. Сейчас на производстве всего 8 человек. Занять свободные вакансии смогут жители Кангалас и Тулагина. Им отдается приоритет. Преимущества получат и желающие переехать в поселок. Наши резиденты сейчас только на начальном этапе. По мере выхода на свои проектные мощности у них будут набираться штаты. Рабочие места дальше будут создаваться. Вводится в этом году еще новые заводы. Сотни рабочих мест создадут на базе нового резидента ТОР компанией с IBM. В этом году они начнут строительство алмазогранильного кластера. Размер инвестиций внушительный. 700 миллионов рублей. Наша компания, являясь управляющей компанией, ювелирно-гранильным кластером, создает условия для представителей данной отрасли. Они заходят и они сами создают рабочие места. По нашим оценкам это будет более 300 человек. 300 вакансий лишь начало, когда построят первую очередь кластера. После ввода дополнительных объектов и производственных площадок понадобится еще 900 человек. Ювелирные компании смогут использовать не только собственное оборудование, но и технику кластера. Бесплатно огранильные станки уже готовы. На юге Якутии, где разместили вторую территорию опережающего развития, работу получили порядка 2000 человек. Большая часть – местные жители неренгринцы. В составе ТОР – шесть резидентов. Основной – компания «Колмар». Сегодня разрабатывает два крупногорнообогатительных комплекса. Денисовский и Инаглинский. Добывает уголь, производит нефтепродукты. В Денисовский вложат 11 миллиардов рублей, в Инаглинский – еще больше – 17 миллиардов. Здесь уже добывают уголь. Денисовский запустят в этом месяце. Компания развивается, поэтому 2021 год должно выйти на объем 20 миллионов тонн угля. Ориентировочно численность персонала будет около 7 тысяч человек. «Колмар» не только создает заводы и склады для производства, важна и социальная инфраструктура. Компания построит коттеджный поселок для работников. Не бесплатно, но по выгодным условиям. Александр Пырсиков приехал из соседнего Мирного, где также работал на шахте. Ребята разные со всей России, с Украины. В основном как-то с Кузбасса, сам как я с Кузбасса. Кадры нужно не только подбирать, но и обучать. «Колмар» вместе с торгово-промышленной палатой, Якутуглем и Южно-Якутским технологическим колледжем создадут образовательный классер. Студенты смогут проходить практику на производстве, а позже трудоустроиться в знакомый коллектив. В целом по «Колмар» есть цифра 970 человек местного населения на сегодняшний день работает. Большинство там жителей Нерингвинского района. А у нас сегодня политика государства – это наращивать население на Дальнем Востоке. Прошлой осенью, во время визита полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в Южную Якутию, Егор Борисов отметил мультипликативный эффект тора. С ростом инвестиций увеличиваются и объемы производства, развивается социальная инфраструктура, транспортная логистика. У Нерингвинского района открылось второе дыхание. Мультипликативный эффект этого проекта в том, что мы сегодня создаем рабочие места. Мы уже не только самопроизводство по добыче угля, люди трудостроиваются. Вот это главное. Тор в Южной Якутии опережает график. Площадки для новых предприятий подобраны, сроки определены. С территории в Кангаласах тоже проблем нет. Все по графику. Главный показатель – сколько в Южную Якутию и Кангаласы вложили государственных средств и частного капитала. Цифра 2 к 5. То есть на каждые 2 тысячи рублей из бюджета приходится 1, 2, 3, 4, 5 тысяч от инвесторов. Эти деньги не только вернутся обратно в бюджет, но и принесут неплохие дивиденды. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. А с чем сталкиваются резиденты территорий опережающего развития в Якутии? В чем принципиальная разница между Тор Южной Якутии и Тор Кангаласы? Об этом не только мы поговорили с Дмитрием Борисовым, генеральным директором индустриального парка Кангаласы. Дмитрий, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. И давайте, наверное, начнем с истории закона о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке. Когда появилась информация о том, что недалеко от поселка Кангаласы появится территория опережающего развития, которую займет как раз таки индустриальный парк Кангаласы, появилось очень множество слухов, инсинуаций, каких-то страшных новостей, что придут иностранцы, захватят всю землю и ничего не дадут, и потом захватят и Кангаласы, и близлежащие поселки. Сейчас прошло уже несколько лет. Индустриальный парк строится, территория опережающего развития Кангаласы строится, застраивается, запускаются, по сути, уже новые предприятия. Ситуация изменилась. Среди местного населения и среди тех, кто считал, что придете и все захватите. Ну, ситуация, конечно, положительно изменилась. Люди видят перспективу развития, и это развитие на самом деле у нас такое не в ущерб никому, потому что мы развиваем земельные участки, которые были бесхозными. Поэтому тут претензий, что пострадавшей стороны точно нет. Только выгоды со всех сторон. Особенно для местного населения? Особенно для местного населения, потому что мы создаем этот проект для того, чтобы создавать рабочие места. Конкретно в Кангаласах, в Агентин-Терриархском наследии. Несколько раз появлялась информация, поправьте меня, если я не прав, что на каждый вложенный в территорию опережающего развития Кангаласа, на каждый вложенный государственный рубль приходится 2 рубля частных средств? На самом деле 10. 10? 10 рублей частных средств? Да. На сегодняшний день государство вложило 213 миллионов рублей в инфраструктуру, подведение газа, электричества, водоснабжение. А частные инвесторы по подписанным соглашениям 2,3 миллиарда. Из них осуществлено 350 миллионов уже в виде конкретно построенных зданий, заводов, производственного оборудования. Когда мы почувствуем все эти деньги, которые вкладывают в индустриальный парк Кангаласа, в территорию опережающего развития, что и государство, и частный бизнес вкладывают, это же должно вернуться в бюджет? Я правильно понимаю? Да, это будет возвращаться в бюджет, но инвесторы у нас получают налоговые каникулы на первые 5 лет, потом льготная ставка по налогам еще 5 лет, но через 10 лет это полностью нормальная, здоровая налоговая база. То есть 5 лет для того, чтобы бизнес встал на ноги? Еще следующие 5 лет, чтобы пошли в школу, и потом уже начали выплачивать? Да, начали выплачивать, но сразу уверенно, и достойные суммы для бюджета. А какие суммы? Есть же план, понятно, что закон не писался 2-3 дня, и потом... Да, у нас накопленный объем налоговых отчислений в течение 20 лет, порядка 10 миллиардов рублей. Должны приносить предприятия, которые находятся на территории индустриального парка Кангаласа. Хорошо, смотрите, не так давно в Якутии появилась вторая территория опережающего развития, ТОР Южная Якутия. И насколько известно, принципиальные отличия между ТОР Южная Якутия и ТОР Индустриальный парк Кангаласы. О том, что у нас в Кангаласах недалеко от Якутска больше все-таки точно мелких предприятий, а в Южной Якутии крупные заводы. Ну, Южная Якутия – это классический пример территории опережающего развития, как их в целом по Дальному Востоку 18 территорий, и это классический представитель, как она должна выглядеть, и каким образом законодатель вкладывал задумку закона ТОР как раз для привлечения крупных инвесторов. Наша территория опережающего развития в формате именно индустриального парка, малого-среднего бизнеса. Это небольшое исключение, как в виде эксперимента было принято решение присвоить статус ТОР Индустриального парка. И мы на сегодня видим, что результат есть. Эксперимент удачен. Я думаю, что да. Давайте вернемся все-таки к привлечению кадров, с учетом того, что предприятия, по большей части резиденты, которые размещены на территории опережающего развития Кангаласа – это местные предприятия. Насколько высокий интерес, опять же, кадрам, которые в Тулагино, в Кангаласах находятся? Потому что, если предприятие открылось якутске, то, скорее всего, возможно, что большая часть сотрудников, они и из Якутска. Ну, и из Якутска тоже пока. На сегодня у нас более 50 рабочих мест созданы. Из них из Тулагин-Килиамского наследия, из Кангаласа 10 человек работает. Пропорция будет все равно в пользу местных увеличиваться. В том числе, мы как раз, если говорить про кадры, сейчас в этом году запланировали ряд профориентационных мероприятий с местным населением. Мы будем рассказывать, какие именно будут востребованы рабочие места, какие квалификации нужны нашим резидентам с помощью и образовательных учреждений, и с помощью агентства развития человеческого капитала. То есть, я правильно понимаю, готовы обучать, постоянно сообщаете местному населению? Местное население, мы говорили о том, что, в принципе, уже позитивно реагирует. Все-таки, кого сейчас, кто сейчас требуется? Рабочие же требуют? Ну, в основном, конечно, это рабочие специальности, как раз-таки, и рабочие специальности у нас в Конголасах есть, потому что это бывшие сотрудники, в первую очередь, разрезы Конголасского. Вот как раз рабочие руки, которые нужны. Хорошо, Дмитрий, во-первых, пожелаем вам удачи в этом непростом проекте. Будем ждать результатов крупных уже через 10 лет. Спасибо. Спасибо. К другим темам. Цены на жизненно важные лекарства в России снизились на 2%. Фармацевты говорят, серьезное падение. Пятилетний рекорд побит. Чего ждать от этого года и станут ли лекарства бесплатными, узнал Дмитрий Тымыров. Тамара Дмитриевна устала бегать из одной аптеки в другую в поисках дешевых лекарств. Каждый день – это для нее больная тема. В этом году рост цен на импортные лекарства прогнозируется в пределах 10-15%. В первую очередь дорожают препараты из Германии, Евросоюза. В меньшей степени повышение затронут аналоги из Китая и Индии. А вот отечественные лекарственные препараты повышения не коснутся. В список жизненно важных препаратов входит свыше 600 лекарственных средств, преимущественно отечественного производства. Список охватывает все группы препаратов – от сердечно-сосудистых и гормональных до противоопухлевых и средств для наркоза. Этот список ежегодно корректируется правительством. В этом году он был существенно расширен. В этом году еще 60 международных непатентованных номинований прибавили. И является он обязательным для всех аптек. В 2018 году рост цен на лекарства, которые вошли в список жизненно важных препаратов, не ожидается. Закупочные цены по сравнению с 2016 годом снизились на 2,9%. Это почти 3%. А розничные цены снизились в амбулаторном сегменте на 1,6%. Так снижение цен наблюдается на отечественные препараты. Об этом сообщают работники аптечных пунктов. Например, Кагоцел у нас было 271 рубль, сейчас новая поставка уже 268. Арбидол у нас до нового года было где-то 273 рубля. Сейчас у нас новый приход, январский приход, 264 рубля он сейчас стоит. Уже чувствуется, на российские препараты цены занижаются. По данным Росздравнадзора, снижение цен наблюдается на лекарственные препараты почти по всем категориям. На процент снижения у всех разное. Больше подешевели лекарства из ценовой категории до 50 рублей. На втором месте по снижению цен стоят препараты из сегмента стоимостью от 50 до 500 рублей. И на третьем месте лекарства дороже 500 рублей. В каждом регионе на закупочную цены добавляются торговые надбавки. У нас в республике это зависит еще и от зоны, в какую из трех идет поставка. Госкомцен устанавливает эти торговые надбавки. Например, для оптовых поставщиков, для первой группы 50 рублей включительно на 35 процентов, это для оптовых поставщиков. Свыше 50 и 500 рублей 30 процентов и свыше 500 рублей 20 процентов. За прошлый год доля медикаментов отечественного производства в перечне жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов достигла 84 процентов. В этом году этот показатель планируют довести до 90. А что касается тех лекарств, цены на которые государство не регулирует, то по оценке Минпромторга Российской Федерации их стоимость диктуется спросом, стабильным на протяжении многих лет. Дмитрий Томыров, Владимир Павлов, Григорий Григорьев, Якутия, день за днем. Далее реклама, ну а ровно через две минуты мы расскажем о дорогой якутской рыбе, поисках частей ракеты в районах Якутии и снятии пожизненной дисквалификации с лыжником Никиты Крюкова. Редактор субтитров А.Семкин Это Якутия, день за днем и мы продолжаем. В республике открыли 50-ю ледовую переправу. Зимник находится в Усть-Майском районе. Маршрут Усть-Мая-Эжанцы проходит через реку Алдан. Грузоподъемность до 30 тонн. В региональном МЧС продолжают напоминать, что выход на лед в необорудованных местах запрещен. Нарушителям штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Зимники часто единственная транспортная артерия между якутскими поселками. Перелеты дорогие не только для населения, но и для перевозки продуктов, различных товаров. Рыба, доставленная по воздуху, становится как золото, такой же дорогой. И с каждым годом цены на свежемороженную рыбу, завезенную из северных районов, почему-то только растут. Как пытаются снизить стоимость, расскажет Петр Говоров. Вот смотрите, у меня в руках находится чир. Он стоит 900 рублей. Вместо чокурдах мне дают за 800 рублей. Скидка 100 рублей. Цена рыбы зависит в первую очередь от стоимости ее перевозки. Пока не все зимники в арктических районах Якутии открыты. На земле путь закрыт. Доставка по воздуху. Цена взлетает. ГСМ у нас стоит дизельное топливо больше 50 рублей. О бензине говорить не буду, да, сколько в Якутске и сколько оно будет стоить там. На эти расходы практически составляет 50%. Плюс заработная плата, плюс материально-техническое оснащение. И, в общем-то, рыбу рубачить очень далеко. Вот отсюда и выходит. А транспортом отсюда далеко получается до Якутска везти. Перекупщики уже, получается, покупают, скупают эту рыбу где-то по 400, по 500 рублей. Ну, по 400 рублей, по 450. Нам, конечно, выгодно дороже продать. Но мы сами эту рыбу не продаем. Мы продают, покупают перекупщики и уже выставляют свою цену. Однако настоящие фанаты индигирки и строганины готовы расстаться скромно заработанными. Уверены, рыба с самолета лучше, потому что доставка быстрее. – Омуль нравится? – Чир. – Чир. – Ага, омуль. – Ага. – Ну, и караси. – И караси. – Усалбанские. Цена, конечно, высокая. Но рыба качественная, хорошая. И берем мы чир. – Я бы не сказала, что вот прямо слишком дорожает. Ну, стабильно, со временем, как и все дорожает. Правительство республики старается поддержать местных рыболовов. Выделяет деньги. Но последнее слово всегда за продавцом. Посредники обвинения в наживе отрицают. Говорят, пытаются выжить в условиях рынка. – Ну, до Нового года транспортные расходы большие. Ну, вот до января месяца, вот в феврале только подходят машины. И там как бы цена падает. Ну, мы не роняем эту цену фактически-то. В принципе, цена одинаковая на оценку получается до Нового года. – Это сколько? – 200? – 200 рублей, 250. Якутия – рыбное царство. Только рек в республике 450. Протяженность полтора миллиона километров. Рядом с этой цифрой река Нил – ручей. В якутских водоемах обитает 40 видов рыбы. Но эксперты предупреждают – сокращение неизбежно. – Граница засоленности в дельтовой части реки Лены у нас отошла на где-то примерно 30 километров. Зависимо от природноклиматических условий. Увлечением столько в год. Но я думаю, в этом году мы еще туда направляем экспедицию. Уже, как говорится, дельтовую часть. И до Жиганского района мы должны провести исследование. Рыбы меньше, цены выше. Как справиться с бесконтрольным ростом? Ответ прост. Проводим масштабные такие ярмарки. Осенью, в октябре, когда приходит рыба, которая выловлена летом, заморожена в шоковых и холодильных установках, будем проводить в октябре, будем проводить 25-24 декабря перед Новым годом. Три ярмарки уже прошли, следующая в марте. Цены ниже рыночных в два раза. Продают только сами рыболовы. И никаких посредников. В итоге кошельки якутян не пустеют. И более важный шаг – исследование в дельте реки Лены. Специалисты собираются в новую экспедицию на север. Петр Говоров, Василий Слепцов, Григорий Григорьев. День за днем. Якутск. Глобальные изменения заметили зрители национального телевидения. С 1 февраля появился новый круглосуточный информационный телеканал. Проект «Якутия-24» – это не просто ребрендинг, не новая студия, а многомесячная подготовка и коллектив из 100 человек. Оксана Устинова о том, чем еще будем удивлять. 4, 3, 2, 1, пуст. Поток свежей информации круглые сутки. События, чрезвычайные происшествия, новости экономики и спорта. «Якутия-24» перешла на новый формат. Слово «круглосуточный» тут подразумевает то, что каждый час новости, какие-то пиковые слоты будут, будут новости каждые полчаса. Также будут отраслевые репортажи. Это промышленность, транспорт, строительство, ЖКХ, энергетика и так далее. 150 квадратов в студийный павильон. Сразу три съемочных площадки. И изюминка новой студии – теперь новостейщики работают за стеклом, как символ честной работы и только правдивой информации. Что касается новостей на канале НВК Саха, здесь все останется без изменений. Та служба информационных программ, которая, собственно, объединена в единую службу на телеканале, также будет заниматься производством и новостей на якутском языке для телеканала НВК Саха. То есть зрители НВК Саха ни в коем случае не потеряют новости на якутском языке, как были утренний блог, блог в 10 часов, час 13.30, 18.00 и 20.30. Это мы все для зрителей республиканского основного флагманского телеканала мы сохраняем и оставляем. Два сайта, два официальных языка республики. Теперь весь новостной контент Якутия-24 на одноименном сайте. А НВК онлайн.ру продолжает работу, но полностью переходит на якутский язык. Мы делаем упор на социальные сети, то есть жители Якутии генерируют новости сами. Мы рассматриваем каждое поступившее сообщение и оперативно реагируем на это, если есть инфоповод. Также самая интересная подборка выйдет в эфир. Вещание в пяти городах республики. Якутск, Мирный, Нерендри, Алдан и Ленск. Из этих городов планируются регулярные прямые включения. Канал находится на 21-й кнопке у всех кабельных операторов, которые работают на территории Якутии. Оксана Устинова, Нюргяна Иванова, Иван Семенов, Василий Слепцов. Якутск. Поиски отделяемых частей ракеты-носителя, запущенной с космодрома «Восточный», продолжаются в Якутии. Успешный запуск состоялся 1 февраля. Символично, что и в день старта Якутия-24. Фрагмент «Союза» обнаружен в Вилюйском районе. До него сейчас пытаются добраться. Сотрудники МЧС отправились к месту падения на «Буранах». Будут готовить вертолетную площадку. Всего специалистам в Алданском и Вилюйском районах придется найти фрагменты головного обтекателя и центрального блока. Напомню, что все спутники, запущенные с «Восточного», два российских и девять иностранных, вышли на целевую орбиту. Об успехе, но уже не в космическом пространстве, а в кабинетах суда. В Лазанье оправдали 28 российских атлетов. Спортивный арбитражный суд отменил пожизненные дисквалификации Международного олимпийского комитета. Я напомню, что причина вечного отстранения – нарушение допинговых правил на играх 2014 года в Сочи. Но судьи посчитали, что обвинение без весомых доказательств – не повод для дисквалификации. В списке из 28 фамилий множество известных спортсменов. Здесь же лыжник Никита Крюков, выступающий за Якутию. Победитель Лондонской Олимпиады вернул себе серебро сочинских игр. Сам Крюков сказал, что решение спортивного суда – это как победа на Олимпиаде. Поедет ли Крюков на Олимпийские игры в Южную Корею, которые состоятся уже на следующей неделе? Ответ категоричный – нет. Решил отказаться от Олимпийских игр из-за того, что Россию лишили флага. Я не готов выступать под нейтральным флагом. Если бы был российский триколор, то, конечно, я бы поехал в Корею. Если бы меня пригласили. Ребята интересовались моей позицией. Хотели понять, почему я принял такое решение. Я объяснил – это мое личное мнение и мое решение. Я свою точку зрения никому не навязываю. На неделе победами отметились и юные якутские лыжники. В Сахалинской области проходит чемпионат Дальнего Востока по лыжным гонкам. Первый день соревнований – классический стиль. Второй – спринт свободным стилем. Дистанция – полтора километра. У парней сильнейшим стал якутянин Владимир Рыбкин. У девушек нет равных Зои Зайцевой. У нее три медали – два золота и одно серебро. Интересный факт. Зоя победила в спринте свободным стилем, а второй стала ее сестра Елена. И вот Зоя поделилась впечатлениями с нашим телеканалом. Всем привет! Меня зовут Зоя Зайцева. Мне 17 лет. Я выступаю за Якутию. Я победительный суток гонок и серебряный призер Дальнего Восточного Федерального Округа. Благодаря лыжному виду спорта я путешествую. Я любуюсь природой. Я езжу по городам. Вижу прекрасные места. И вам тоже советую. Хочу вам сказать одно просто. Просто занимайтесь спортом, ведь это круто и очень даже классно и полезно. Также я хочу передать огромный привет своей семье. Я очень сильно скучаю по вам. Я очень сильно люблю. А также я хочу отметить тренеров. Ведь они такие большие молодцы. Без них ничего не было бы. Я вас очень сильно люблю. Но завтра у ребят самая сложная дисциплина и эстафета. Дальше якутские лыжники поедут на рейтинговые соревнования в Москву и Сыктывкар. Ринг рассудил. Первенство региона по боксу. Память мастера спорта международного класса Советского Союза Виктора Ефремова состоялось в спортивном комплексе «Триумф». Парни и девушки бились за путевку на первенство Дальнего Востока и право выступить на играх «Дети Азии». На первенство приехали 20 команд со всех уголков республики. Не менее жарко было и на соревнованиях юных легкоатлетов. Цель, как и у боксеров, попасть на дальневосточный турнир и затем отобраться на международные игры «Дети Азии». Валя Данилова – ученица Вилюйской детской юношеской спортивной школы номер 3. Она занимается легкой атлетикой с 9 лет. По словам Вали, в спорт она пришла, потому что очень любит бегать. И получается у нее неплохо. Спортсменка занимает во многих соревнованиях призовые места. Я заняла вчера второе место на 800 метров. 1500 метров. Сегодня я бегу 800 метров на дистанцию. Мы всей семьей очень любим заниматься легкой атлетикой. Сегодня в спортивном комплексе «Триумф» состоялось первенство Якутии по легкой атлетике среди учащихся 2003-2004 годов рождения. Соревноваться ребята будут в восьми дисциплинах. Бег, барьерный бег, прыжки в длину, высоту, тройной прыжок, толкание ядра и эстафета на 200 метров. А также в программу введена новая дисциплина – спортивная ходьба. Спортивная ходьба на 2000 метров. 2000 метров ходьба – это новый вид у нас получается. И для нового вида участников было много. На первенство прибыло 20 команд со всех уголков республики. Ребята будут бороться за награды и путевки на первенство Дальневосточного федерального округа. По первому дню соревнования хорошие результаты показали по прыжкам в длину Алеши Максимов. Это представитель Смегана Конгласского, тренер Ильин Борис Николаевич. И по бегу по 60 метров Добрынина тренер Ильичаев Петр Саныч. Победители первенства войдут в состав сборной команды Республики Седьмых Игр «Дети Азии», которые пройдут в 2020 году в Монголии. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. Вот участники профессионального чемпионата Junior Skills могут уже выдохнуть. В итоге турнира подвели накануне. 400 школьников со всей Якутии конкурировали в готовке, дизайнерском искусстве, строительстве. Всего 22 направления. Что показывали компетентам и жюри знает Кристина Якупова, кстати. Junior Skills – не детский конкурс. Настоящее испытание для школьников. Требования жесткие. Малейшая ошибка может лишить участника заветных баллов, а значит и шансов на победу. Никаких подсказок и лишних советов от преподавателей. Особенность конкурса. Junior Skills проводится в формате, когда ребенок максимально самостоятельен. То есть он должен работать самостоятельно, без разговоров со своим руководителем. Руководители утром оставляют своих детей и они целый день работают самостоятельно. Ювелирное и поварское дело – искусство дизайна. Для участников 22 направления. Хочешь максимальный балл – идеально выполни задание. Это 74 критерия. То есть очень-очень много для того, чтобы люди понимали, за что их будут оценивать. Как режет человек, как держит нож, что использует, как варит, как жарит, как работает с продуктами, какие нормы отходов у него есть, как он работает в команде, как он использует новые современные технологии в своей работе. Чтобы победить, нужно выполнить конкурсное задание на специальных площадках. Все они оснащены специальным оборудованием и не отличаются от реальных рабочих мест. Здесь конкурсанты показывают свои навыки в ювелирном деле. Дети здесь получают такие навыки, как ювелирное дело. Лучится работать с металлом, с инструментами. В дальнейшем им, конечно, это поможет в развитии, в стать ювелирами. Кто-то, может, не станет, а кто-то и станет. Уровень довольно-таки хороший. Можно сказать, что конкуренцию создают городским школам. Хотелось бы, чтобы побольше школ участвовали. Старшеклассница из Покровска Мария Харитонова впервые участвует в конкурсе будущих профессионалов. За гончарным кругом также впервые. У нее три дня, чтобы выполнить задание. Сегодня заготовила основу, дальше украшения и узоры. Зависит все от глины. Например, для сосуда нужна серая глина с шамотом, чтобы качество лучше было. Потом, что еще? Техника обязательно. Нужно все правильно сделать так, чтобы потом не развалилась скульптура. Спартак Ефремов – единственный мальчик в компетенции изделия из конского волоса. Направление выбрал не случайно. Спартак из династии народных мастеров. Бабушка отправила внука на районный конкурс. Не прогадала. Первое место в руках. Теперь Спартак покоряет Якутск. На панно делаем еще сувенирную шапку, дайбюр и коврик. Нравится тем, что я развиваюсь. Собрать настоящего робота – другой раздел конкурса. Здесь одни мальчишки. Программирование – самое сложное в конструировании. Занимает несколько часов. Ошибка в программе – робот поедет в другую сторону. Мы сами хотели научиться робототехнике. Я стал программистом, а он типа инженер. Инженер – это создать роботы. Мы программируем через программу EV3. Это обычная программа робота. Там мотор есть, а вы и так далее. Отличившимся участникам чемпионата Junior Skills вручили памятные подарки и путевки в детские лагеря России. Но, по словам организаторов, проигравших здесь все равно нет. Все участники получили специальные сертификаты. Они дадут преимущество при поступлении в ВУЗы. Победил каждый. Кристина Якупова, Георгий Григорьев, Василий Слепцов, Григорий Охлопков, Владимир Павлов, Илья Сыромятников, Якутск. Далее у нас небольшая реклама. И ровно через две минуты расскажем об очередях в многофункциональных центрах, записи детей в первые классы, а также якутском холоде, который привлекает туристов и популярных морозных фейерверков. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Это Якутия день за днем, и мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. Итак, школы Якутска закрыли на карантин. Вынужденные каникулы продлятся до 13 февраля. Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Причина по простам столицы – рост заболеваемости ОРВИ. Недельный порог превышен на 15%. Пока дети на незапланированных каникулах, родители не выходят из школ. Якутские принимают документы в первые классы. В 33-ю школу, например, заявление отправили 200 родителей. И только через портал госуслуг. В 10 часов утра в очереди стояли уже более 100 человек. Попасть в 33-ю не смогут 40 детей. Их заявления заморожены. Родителей очень много. В этом году поступило 217 заявлений, но из них микрорайона только 168. Остальные желающие поступить в нашу школу, но поскольку сейчас регистрация идет на портале, поэтому остальные получают статус замороженный. И только в случае свободных мест, в чем мы очень сомневаемся, что они будут, мы сможем 1 июля как бы разморозить этих родителей и принять. Принять 150 человек. Очереди сегодня и в многофункциональных центрах, но без давки. С начала года специалисты МФЦ работают в усиленном режиме, что можно оформить в одном месте и что спасает от драк в очередях. Очереди бывают разные, тихие, с напряженной атмосферой и громкие, с криками, недовольством и яростью. Я здесь в 8 утра сижу. Вы подошли после меня. По очереди заходите и все. А бывает наоборот. Спокойно, без скандала, как в многофункциональном центре. Головной офис в Якутске похож больше на зал ожидания в аэропорту. Десятки людей, ждущих вызова, табло с номерами окон приема и даже торговые точки. Посетители довольны. Услуг больше, времени на оформление меньше. Поток заявителей у нас, помимо этого, увеличился по услугам Министерства внутренних дел. Значительное увеличение в три раза, в частности, идет поток на замену паспортов граждан РФ. Заявители также много обращаются по услугам Министерства труда. Поток клиентов многофункционального центра с нового года увеличился в три раза. Учреждению достались некоторые функции Росреестра и Министерства внутренних дел. Легче стало, намного легче, ну, чтобы очередь быстро прошла бы. После Нового года вроде поменялось уже, побольше стало. А до этого вот я приходила, мне вообще быстро делали. А нет, не смущает, потому что город разрастается, людей больше стало. Отдельная категория граждан – избиратели. На предстоящих президентских выборах россияне смогут голосовать вне своих избирательных участков без открепительных листов. Нужно лишь заранее подать заявление в ближайший участок. Многофункциональный центр тоже готов помочь. К постоянному наплыву людей готовы, уверяют специалисты. Планируется открытие дополнительного подразделения в городе Якутске в текущем году на 27 окон. Тем самым мы планируем снять какие-то барьеры в получении услуг на базе Многофункционального центра. Новое подразделение снимет нагрузку с главного офиса. Увеличился фронт работы и для районных отделений. Думаю, для занятых людей это очень удобно. Оформляют документы на приобретение оружия. В Ленском районе одна из популярных услуг – получение и переоформление водительских прав. Обращаются по замене паспорта. Очередей больших, как в столице, нет. Однако качество от этого не страдает. С 2017 года такая оценка проводится и также с помощью смс-опросов. Мы спрашиваем заявителей, удобно ли им оценить качество предоставляемых услуг. Теперь Многофункциональный центр предоставляет 44 федеральные услуги. В отделениях можно оформить документы на строительство дома, зарегистрировать самый памятный момент в жизни человека – рождение ребенка, восстановить потерянные документы, открыть бизнес, сменить фамилию и даже выйти на пенсию. Юлия Великодная, Сырглана Захарова, Григорий Охлопков. Филиал в Верхневилюйском и Ленском районах. Якутия. День за днем. Якутские холода в тренде. Если для якутян 50-ти градусные морозы – явление обычное, то для многих российских и мировых СМИ стали темой номер один. Именно экстремальные низкие температуры в Якутии. Фото девушки с заснеженными ресницами растиражировали международные интернет-издания. О секрете успеха заснеженных ресниц, а также о других морозных брендах, расскажет Сырглана Федорова. Снежные ресницы из Якутии захватывают интернет. Селфи в минус 50 градусов бьет рекорды по просмотрам. Автор – Анастасия Грузьева. За пару недель у девушки 55 тысяч подписчиков в Инстаграме. Заслуга заиндивевших ресниц. Все было как обычно. Я думала, выложу фотографию, друзья что-нибудь напишут и все. Что она дальше куда-то пойдет. Нет, конечно, я о таком не думала. Буквально на следующий день народ начал интересоваться этим фото. Многие где-то за границей узнали, что люди могут жить при минус 40, что есть такой город. Конечно, все это не может не быть приятным. Мировые СМИ пестрят новостями о морозной Якутии. В одном из регионов России, в республике Якутия, температура упала до невероятных 85 градусов ниже нуля по Фаренгейту. Если вы думаете, что в Великобритании сейчас холодно, подумайте о людях из села Аймекон в России. Окунуться в незамерзающий источник при максимально низкой температуре – главное развлечение этой зимой в Аймеконе. Такой стресс полезен для здоровья, уверены иностранные гости полюса холода. Вы знаете, я сам это искупался в Аймеконе совсем недавно, 63, минус 63. И очень много отзывов от моих друзей иностранных, то есть в Сингапуре, в Китае, на западе. То есть все уже знают о Аймеконе, все хотят приехать и испытать на себе холод наш. За два последних месяца Аймекон посетили более 150 туристов. Для восьми жителей Китая купание в незамерзающем роднике в 65-градусные холода – это сенсационное действие мирового уровня. А вот 61-летний путешественник из Франции Ив Шалуан покорял не родники, а дороги Якутии на велосипеде. Вызов аномальным морозом бросили звезда мирового альпинизма Симанэ Моро, студенты из Южной Кореи и фотограф из Австралии Хью Браун. Последний приехал в Якутию снимать документальный фильм. Естественно, о холоде. Для пекинца Ма Хаятана путешествие по России не в новинку. Однако до Якутии парень добрался лишь сейчас. С удовольствием покатался на собачьих упряжках, побывал на ленских столбах и как без купания в проруби. В этом году в Пекине не было снега, поэтому я приехал в Якутию, чтобы увидеть снежный край. В России я в пятый раз. Дважды я был на Байкале и Камчатке. Здесь я ощутил на себе настоящий холод. Это великолепно. Якутские морозы вызывают неподдельный интерес у иностранцев. Но осуществить рывок на въездной туризм сложно. Не хватает комфортных мест для размещения туристов. Недостаточно развита инфраструктура. Якутск готов принять иностранных туристов. Плюс столица республики – четырехзвездочные отели. Районы порадовать комфортом пока не могут. Для гостей скромные апартаменты и хостелы. Магнит для туристов – полюс холода. Месяц назад в Тамторе Аймяконского района открыли гостиницу на 14 мест. Мы наблюдаем увеличение спроса. Реализуются два событийных мероприятия. Ближайший из которых пройдет 24-25 марта. Это событийный тур «Полюс холода», в программе которого традиционно пройдет ралли-рейт, народные гуляния, культурная программа, различные состязания, соревнования. Интерес к Якутии проявляют крупные компании. К 2020 году в столице республики хотят построить отель известной сети «Хилтон». Вложиться в проект готова турецкая компания «Икси Групп». При этом инвесторы понимают, в первые три года серьезной прибыли не будет. Но видят перспективу. Якутия станет привлекательным местом для мирового туризма. Саргалана Федорова, Владимир Павлов. Якутия. День за днем. Почему же уровень инфраструктуры иногда не соответствует раскрученности бренда Якутии? Чем привлекать туристов, кроме аномального холода и национальных традиций? Об этом мы поговорили с Татьяной Тымыровой, председателем Ассоциации гостеприимства Якутии. Татьяна Александровна, во-первых, спасибо, что пришли к нам в студию. И первый вопрос вообще касается, как мы уже говорили, о брендах Якутии. Например, холод. Бренд есть, а инфраструктуры, чтобы добраться до этого холода, до условного Эмикона, нет. Что делать? Кто должен объединиться, чтобы перевернуть всю эту ситуацию? Потому что понятно, что региональное правительство старается это делать, принимает определенные планы, которые стараются выполнять, в том числе по событийному туризму, по эсеху, по фестивалью зима начинается с Якутии. Но такое чувство складывается, что не хватает другой стороны, кто бы поддержал это. На ваш взгляд, кто эта другая сторона? Да, действительно, мы уже видим, что за последние 4 года очень активно начал продвигаться фестиваль зима, начиная с Якутии. И многие узнали о нашем регионе, о том, что есть действительно интересная республика, где можно почувствовать настоящую зиму, увидеть настоящий холод. И почему к нам не едут туристы? Многие задаются вопросом. Вроде бы интересно есть. Буквально несколько мы видели сюжетов. Также и в соцсетях взрыв был, девушки с ресничками. Мы видели, как приезжали китайцы, как приезжали японцы, ощутив холод, купались даже в Аймиконе. И, конечно, это вызывает большой интерес. Но при этом мы должны понимать, что когда мы хотим развить туризм, мы должны создать условия для туристов. А кто это будет делать? Конечно, это надо делать тем, кто принимает их. А это бизнес. И буквально недавно мы проводили стратегическую сессию с участием эксперта из Татарстана, Вероники Скорихиной, и собирали все бизнес-сообщество. Мы, как ассоциация гостеприимства, поняли, что на сегодняшний день, пока мы все не объединимся, не объединимся туроператоры, ательеры, рестораторы, те, кто привозит авиаперевозчики, транспортники, ювелирщики, сувенирщики. То есть все, кто завязан в этой туриндустрии, пока мы все не поймем, что надо решать вопросы создания условий, инфраструктуры, проработать логистику, сделать сервис намного выше и качественнее, подать правильно это все и упаковать в единый бренд, единый продукт, который будет удовлетворять потребности туристов, мы, конечно, не сдвинемся. Сколько бы мы не хотели, не создавали условий, либо прописывали бумаг, каких-то распоряжений, еще что-то, пока снизу мы не решим для себя, что мы хотим действительно что-то улучшить, сдвинуть, ничего ведь не изменится. А вот вы сказали, что было обсуждение, собирали бизнес-сообщество в Якутске, но давайте будем объективны. В Якутске достопримечательности, которые бы цепляли туриста, их не так много. Берем тот же Аймекон, полюс холода, берем Верхоянский район, горы Киселях. Как все-таки, почему обсуждение проходит в Якутске, и привлекаются ли предприниматели как раз Аймекона, Верхоянского района, как раз из тех мест, которые наиболее кажутся экзотичны и аномальны для иностранных туристов? — Смотрите, когда прилетает турист, он в любом случае прилетает в Якутск. И мы должны сделать так, чтобы турист, приехавшись в Якутск, он мог посетить те объекты, которые у нас есть в республике. В любом случае, туроператоры, которые работают, они работают в Якутске, приглашая туристов и потом организовывая им туры на тот же Аймекон, на те же Ленские столбы. Соответственно, инфраструктура, та принимающая сторона, тот же Аймекон или Ленские столбы, они будут как уже принимающей стороной, либо это турбазы, либо какие-то туристические комплексы. И здесь мы говорим как раз-таки о развитии совместном. Если здесь бизнес в Якутске начнет двигать это все, то и там уже по территории республики пойдет. Это все равно, что забросить камешек, как говорится, в море, и волна пойдет уже по всей республике. — То есть я правильно понимаю, Якутск — это стартовая площадка. И если мы начинаем в полном взаимодействии развивать Якутск и Аймекон, а не отдельно Аймекон и отдельно Якутск, то тогда развития у нас не будет. — Да, мы должны сейчас делать это все вместе. Вот сейчас мы продумали стратегическую большую задачу — продвинуть фестиваль «Зима ночная» с Якутии. Через этот фестиваль продвинется все. Все достопримечательности, которые есть у нас зимой. И мы хотим стать лидером в области событийных мероприятий в мире. И мы такую цель себе поставили. Я думаю, что мы ее достигнем. — Цель амбициозная, но в Якутии же не круглый год зима. Понятно, что хотите продвигать фестиваль «Зима начинается с Якутии», брать основной фишкой — холодом. Но в Якутии ведь есть лето, есть национальный праздник ИСЭХ. Как двигаться вот в этом направлении? — Мы должны смотреть на то, на что мы сейчас должны развивать. Мы знаем, что ИСЭХ на сегодняшний день более-менее раскручен. Люди приезжают. Мы видим тысячу людей, которые приезжают. — Мировые рекорды бьются. — И мировые рекорды, действительно. Но мы знаем свою ограниченность тех же гостиниц. И мы понимаем, что больше этого количества мы на сегодняшний день привезти не сможем. И цель-то какая? Если мы сейчас упакуем и правильно организуем механизмы полностью продвижения одного из фестивалей «Зима начинается с Якутии», дальше это пойдет каскадирование уже на другие фестивали. Мы сможем и весной организовывать фестивали. Была такая идея даже, а почему бы нам не сделать фестиваль, как вот ледоход проходит. К примеру, в Японии у них есть целые тур-фестивали, тур-потоки, едут посмотреть, как цветение сакуры происходит. То же самое у нас есть очень красивое природное явление, северное сияние. Мы тоже так же можем организовать интересные фестивали, события. И при этом бизнес будет выигрышей, потому что зимой, мы понимаем, есть не сезон. Те же авиаперелеты, где-то сезонность есть. И вот на эти сезоны мы должны создавать новые бренды, новые события. Условно, зимой для туриста дорого, холодно, голодно, и все эти проблемы нужно решить друг за другом. Какова перспектива, давайте с целью. Вот вы сказали, цель амбициозная, стать лидером в событийном туризме, в том числе. Когда? Зимних событий. Когда нужно ждать результат? На сегодняшний день, если говорить о фестивале зима-ночной отсекути, он уже получил гран-при. Он уже известен на уровне Российской Федерации. Если мы дальше целенаправленно начнем двигать это, то в следующем году мы намерены привезти еще больше туристов, чем нежели в этом году. Все надо делать поступательно. И самое главное, работать с целевой аудиторией, которой интересен наш холод. Я понимаю, что не все приедут к нам за холодом, потому что многие боятся. Но есть те, которым действительно интересно, и мы готовы удивлять, мы готовы вдохновлять нашей красотой, показать все, что у нас есть, не только летом, но и зимой. Татьяна Александровна, спасибо, что пришли к нам в студию и будем ждать туристов, наплыва туристов в Якутии. Спасибо. Завершим выпуск необычной акции. Обливались водой на холоде и запускали якутский фейерверк. На площади Ленина в Якутске прошла акция «Мороз добра». Закалялись в минус 40 градусов члены оздоровительного клуба «Чемдик» из Чурабчи. А молодежь Якутска показала, как создавать всем известные популярные якутские фейерверки из горячей воды. Тема, кстати, акции серьезная – поддержать инициативы жителей Аймекония, включение их района в границы арктической зоны России. Такой была минувшая неделя. Наши корреспонденты следят за главными событиями. День за днем. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»